Здравствуйте! В эфире программа «Наша тема» в студии Александра Платонова. Сегодня у нас в гостях региональный представитель и координатор добровольно-поискового спасательного отряда Лиза Аллер-Чуваше Роман Коломитцев. Роман, здравствуйте! Здравствуйте! Роман, тема достаточно серьезная сегодня у нас с вами. Мы будем говорить о пропавших людях и о деятельности Лиза Аллер-Чуваши. Но сначала хочется все-таки начать с вас. Как вы пришли к тому, чтобы стать координатором, руководителем? Как вы пришли в отряд вообще? Ну, на тот момент, когда у нас здесь происходил поиск в заложке леса к дедушке 85-летнего, тогда здесь отряда еще и не было в регионе, и никто об этом и не думал. Вот, просто в соцсетях, как по сути, как в каждом регионе бывает, увидели информацию, просьба о помощи, собрались. Это было в июне месяце 17-го года. Приехали, начали искать, а никто не знал, как это делать, что, зачем, почему. Ну, в итоге нашли через 21 день. Ну, нашли. Вот, и потом в мониторе соцсети наткнулись на название, стали узнавать, действовать, ну, в итоге мы здесь есть. Сколько вас? В этом году у нас еще было открыто отделение по Канаше. Так. Вот, и вместе с Канашом где-то 40-45 активность. А в Новочебоксарске есть представительство? Нету. А не планируется? Люди, весь вопрос в людях. Ну, вот что лично вас подвигло стать участником, координатором, да? Какие личные мотивы, так скажем? Помогать, искать, потому что умеем, знаем. А где-то же обучаетесь наверняка. Вот эти вот 40 с лишним человек, вы же наверняка, они просто решили создать сообщество, да, и действовать. Какие-то обучения, какие-то курсы вы проходите? Первый год московские, скажем, старшие товарищи у нас проводили, ездили на форумы всевозможные в Москву. Там обучались. И, ну, и, естественно, сейчас каждый год отправляем новеньких наших учиться, опять же, форумы ежегодные в Москве в ноябре месяце. Также школы инструкторов в Москве, которая ежегодно проходит. Ну, вот, и так потихоньку и учимся. Ясно. Вот силами 40 с лишним человек невозможно найти, наверное, человека. Кто вам еще помогает в вашем таком благородном деле? Вообще работаем в тесном сотрудничестве с МЧС, МВД, ну и граждане, конечно, потому что без них тут 40 человек. Это, по сути, ничего. Да, это же очень маленькое количество для того, чтобы искать человека вообще. Вот сейчас сезон, да, осень, урожай, грибы. Наверняка же пропадают люди в лесу. Есть какая-то статистика, она лучше стала по сравнению с прошлым годом? Стало больше людей пропадать? Ну, насчет больше пропадать не скажу. Скорее всего, информированность просто больше стала. То есть чаще обращаются. Если за прошлый год у нас вообще по региону за весь год 178 заявок было на поиск, в этом году за полгода 160. Вот так вот, да. Но в основном пропадают люди пожилого, старшего возраста? Не сказать. И дети есть, и в основном взрослые, и средний возраст. В основном заявки приходят на лица, имеющие какие-либо заболевания серьезные, хронические, отклонения и прочее. В том числе, да, заболевания с памятью, когда человек не помнит. В основном, да. Геймер, паркинсонизм и прочее. Роман, скажите, а есть причины, по которым вы можете отказать в поиске? Да, есть их несколько, но немаловажные. Первая причина, по которой мы отказываем, это семейные разборки. То есть, допустим, яркий пример, папа-мама в разводе делит ребенка. Один заберет, мама заявку кидает, второй заберет, то же самое происходит. Где явный криминал, то есть мы там не подключаемся. Отсюда и потекает одно немаловажное правило, то есть мы подключаемся к работе только после заявления в полицию. И со звонов сотрудниками, кто ведет дело. Третье, почему отказываем, это давность пропажи, то есть более года. Такая категория пропавших автоматом переводится в службу «Жди меня». И четвертое, когда есть основание полагать, задокументированное основание полагать, что человек просто решил сменить обстановку. То есть пропасть и начать с чистого листа. Есть бумага, меня не ищите, а там-то у меня все хорошо, другая семья, все прочее. То есть вот эти основные причины. Ну и вот давайте вернемся к ситуации на сегодняшний день. Опять же, осень, люди пропадают, в лесу пропадают. Чего не стоит делать человеку, который пропал в лесу? Ну, во-первых, собираюсь в лес. Никакого камукуляжа, конечно, что удобно и красиво, но это нельзя делать. Потому что в осеннем лесу, где зеленое, где желтое, где красное, ну и камукуляж там не видно вообще. Не надо уходить в лес с высаженным телефоном. Телефон должна быть заряжена. Телефон должен быть заряжен однозначно и желательно полностью. Не надо уходить в лес без воды и без еды. Обычно у нас как бабушки, наши дедушки. Да, этот лес, я знаю, что лет туда хожу. Такого не бывает, лес каждый год новый. И где в прошлом году была дорога, в этом году ее может просто не быть. И не надо переоценивать свои силы. То есть, если поняли, что потерялись, звоним на 112. У нас с уксом контакты налажены. То есть, если падает лесная заявка, они тут же передают ее нам. Если потеряшка на связи, у нас есть такая служба. С прошлого года она очень активно начала работать, так называемый лес на связи. То есть, человек, сидя в каком-либо регионе России, подготовленный именно по этой методике, по этой программе, открывая карту и находясь на связи с потеряшкой, спокойно его вводят в ближайший ориентир. А через какое время начинаются поиски пропавшего человека? От момента подачи заявления. Как это происходит? Поступает заявка, допустим, в регион. Она приходит нашим информационным группам. Они ее обрабатывают, прозванивают, выясняют все обстоятельства пропажи. Что было до, что было задолго до. То есть, всю подноготную. Если касаемо леса, куда пошел, примерно куда раньше ходил, откуда мог зайти, откуда зашел, если есть подобная информация. А если на связи, передается служба, лес на связи. Если не на связи, потерявшись, тогда уже полноценный выезд. И дальше все зависит от того, куда, что и как. То есть, от конкретных водных. Что самое сложное в вашей работе? Ну, лично для меня это детские поиски. В регионе по опыту у нас только два человека могут их вести, скажем так. Вот мы их и ведем. Когда теряется ребенок, наверное, действительно, это сложный поиск. И морально, и вообще по всем критериям, так сказать. По сути, да. Кто подключается еще дополнительно? Чем осложняются поиски ребенка? Поиски ребенка, ну, во-первых, осложняются тем, что ребенка, по сути, не присчитать. Чем меньше, тем сложнее. Их любознательность бывает заводит в такие дебри, что... Человек бы взрослый не подумал бы туда зайти, залезть, да? Вот, конечно. Что касаемо межгородского поиска, куда мы уезжали... Совсем недавно, да? Вот. Тоже никто не думал, что в эти заросли девочек заползет. Ну, отрабатывались и отработались, скажем так. Потом что... И вот еще здесь, исходя из всего этого, вытекает еще одна проблема. Если на детские поиски народ, по сути, горожане выходят, помогают, прочие, и в группы ходят, и уматываются по полной программе, за что отдельное спасибо, то на поиски пожилых очень мало людей выходит. Вот. Хотя и есть такие инструменты, как смс-рассылка, ими Билайн, и Мегафон. Но что есть, то есть. К сожалению, да, в общем, мало народу набирается на поиски... На поиски пожилых людей единицы. Скажите, если человек примет для себя решение вступить в ваш спасательный отряд, что он должен делать, какими навыками он должен обладать, и личными качествами в том числе? Что касаемо навыков, никакими. Никакими. Всему научите. Сами все научим, всему научим, все покажем, все расскажем. Личные качества какие должны быть? Все зависит от того, какое направление человек для себя выберет. Есть люди, кто активно выезжает на активные поиски, есть группа информационных координаторов, их задача сбор информации максимально полной и поддержка информационных поисков. Есть операторы горячей линии, тоже из любого региона, нужен только телефон. Ну, и сеть на телефоне, скажем, или ноутбук. Есть служба, та же самая, лес на связи. Что человеку ближе, туда он и направляется. В принципе, главное его большое желание, я так понимаю, да? Есть координация поисков, есть старшие группы, есть картографы. Все это есть. Я так понимаю, Лиза Алерт, это же некоммерческая добровольная организация, правильно? Как существуете, за счет чего существуете? За счет личных средств, за счет спонсоров. У нас в Чувашии кто помогает? Есть такие, которых вот стоило бы отметить? Есть. Весной этого года очень, скажем, очень здорово помогла частная клиника медик. Там оборудование хорошее и достаточно много предоставили. Частная охрана, предприятие «Гладиатор» тоже. С ними так в тесном контакте работаем. Ну и остальные организации, немного их, конечно, но Бинбанк в свое время. На тот момент, конечно, ну, сама помощь была не очень, но на тот момент прям... Она была вовремя и... Вовремя и по делу, скажем так. По делу. Но тогда получилось так, что флешки компьютерные у нас для карты вышли из строя одна за другой. И вот вовремя, в нужное время, в нужном месте Бинбанк оказался у нас. Роман, развейте миф или подтвердите, для того, чтобы начать поиски человека, нужно три дня. Правда ли это? Нет, и никогда такого не было. Согласно закону оперативно-розыскной деятельности, заявление о пропаже человека может подать любой человек в любое отделение полиции и принять его обязанное. То есть поиски начнутся немедленно, правильно понимаю? Как только заявка на поиск приходит нам, действие начинается тут же. То есть логовим какой? Обращаемся в полицию и следующий шаг, звоним на горячую линию отряда. Горячую линию отряда озвучьте, пожалуйста, для наших телезрителей. 8 800 754 52. Круглослушные бесплатно. То есть вот поэтому номер телефона может обратиться родственник, например, пропавшего? Не обязательно родственник, сосед. Ну, кто-то. Да. Вы по звонку, получается, начинаете работать? Операторы оформляют заявку и спускают ее в регион. Дальше уже занимается наша инфогруппа и принимается какое-либо решение. Роман, скажите, а как отличить ложный, так скажем, вызов от реального? Бывают случаи, когда хулиганят, балуются и так далее? Бывают. У нас в регионе не было, но в соседние регионы частенько такие заявки приходят. Инфорги собирают информацию, увязывают и на основании этого уже... Делают вывод о том, что ложный это ложный? Да. Ложный, не ложный. Или просто там дети играют. Ну и давайте, Роман, вернемся вот к нашему чувашскому, так скажем, да, региональному отделению «Лиза-Алерт». Вы сказали о том, что работает 40 вот с лишним человек. Требуются ли на сегодняшний день вам еще люди для того, чтобы как-то усилиться, укрепиться? Люди нужны всегда, потому что 40 человек – это мало, потому что почему? Допустим, закончили активный поиск, люди отдыхают. Приходит еще одна заявка, понятно, что выезжать надо. Отдыхающих до кого-то можно дозвониться, до кого-то нет – это раз. Выезжают уже меньше народу. Плюс ко всему, у каждого из нас основная работа, все-таки как бы надо и там, и выехать, поэтому опять же людей меньше выезжает. Поэтому люди нужны всегда. Направлений много, и работа не почет и край. Если сейчас, вот смотря нашу передачу, кто-то для себя примет решение прийти к вам, куда он должен обращаться, куда позвонить, где вы находитесь в Чувашии? Опять же, на горячую линию. На горячую линию. Звонок придут инфоргам, инфорги будут работать. Пригласят, обучим и дальше уже. Роман, ну и давайте подытожим вот наш разговор. Начнем с того, что пропал человек. Когда нужно обращаться? Если пропал ребенок, задержки, допустим, полчаса из школы, из прогулки, это уже основание позвонить на горячую линию. Для детских поисков в данном случае есть исключение. То есть мы начинаем работать по детским без заявления в полицию. Заявление в полицию родителям подается в процессе. Вот если взрослый, задержка откуда-либо на час и отсутствие связи с ним, это уже опять же повод позвонить. Потому что чем больше проходит времени, тем меньше шансов. Существует статистика, что если заявка падает в первые сутки после пропажи, в первые часы, то успешность поисковых мероприятий 90-95%. Если третьи сутки и далее, то ниже 50%. Роман, а вот мы с вами в разговоре упомянули о том, что есть потеряшки даже на границе с Марийской. А если человек потерялся, кто еще к вам из соседних регионов приходит на помощь? Ну вот на крайнем поиске Листа нам работали вместе с Лиза Лярд Мэриэл, самые ближайшие соседи. Когда в прошлом году у нас был поиск год и девять ребенок, тогда выехали 7 регионов. И не только соседних. Брянск, Тула, Курск, Казань. Вот. В Нижегородской на Азарине работали 13 регионов. Вот так. От Москвы до Кирова до Тамбова, по диаграмме. Ну, легко откликаются? Ну, у нас экипаж выехал через два часа после того, как запросили помощь. Первый. Потому что это всегда неимоверная трата ресурсов, всего остального. Роман, я знаю, что вы работаете фетчером на скорой медицинской помощи, так? Так. А еще вот заняты координированием и руководством регионального представительства Лиза-Алерт. Как вы отдыхаете? Где вы наберете силы для того, чтобы все это делать? Семья. Супруга, получается, старший инфорект региона у нас, опять же, Лиза-Алерт. Вот как друг друга поддерживает, так и получается. Я знаю. Семейный подряд, в общем-то. Семейный отряд подряд. А в основном так и происходит. Так и происходит. Помогает или мешает в работе? Ну, не мешает-то точно. Не мешает точно. Роман, ну что ж, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам на программу. Спасибо вам большое за ваше большое доброе сердце, за то, что вы делаете. Вам и вашим коллегам, вашей семье, вашей супруге. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень рада, что пригласили. То есть, может быть, что-то издвинется в плане людей, в плане всего остального. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте я с вами прощаюсь. Увидимся в следующий четверг. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!